Всем привет! С вами интернет-магазин kadot.ru и в этом видео я хочу рассказать про наши скреперы, которые мы продаем австрийские. Металлические скреперы оцинкованные, очень мощные и очень тяжелые. Валера, скажи пожалуйста, чем этот скрепер вообще хорош, чем он крут? Андрей, это основной вопрос, который задают. Чем же эти скреперы отличаются от любых других? Во-первых, это сталь. Это сталь, оцинкованная сталь, которая не ржавеет при использовании и толщина этой стали составляет 2 миллиметра. Поэтому эти скреперы тяжелые, имеют толстые стальные ручки с обрезиненным покрытием, с надписью производителем. Скрепер такой, чем удобен. Вот этот скрепер в данном случае малый весит 7 килограмм, большой скрепер весит 11 килограмм. В чем плюс именно такого большого веса? Когда вы работаете с большим количеством снега, если это наст, если это уже какое-то обледенение происходит, вы совершенно спокойно кладете скрепер на поверхность и он катится у вас как саночки. Легко и просто и своим весом он сдвигает снег. С вашей стороны вы не прилагаете особых усилий. Я смотрю вот эти вот ребра жесткости, они такие непростые, они в виде вот таких вот саночек сделаны. Да, ребра жесткости непростые, они сделаны именно таким образом, чтобы работать как полозья у санок. Скрепер легко скользит, вы опять же не прилагаете усилий, сдвигаете и отбрасываете снег. Также обратите внимание на вот эти утолщения. Вот эти бортики, они усилены. Да, они загнуты, они усилены. Скрепер не гнется, где ломается. Крепится рабочая часть на четырех мощных болтах. Так, сейчас мы размеры. Сейчас мы покажем размеры. Значит это у нас ширина этого скрепера составляет 52 сантиметра и длина рабочей части 70 сантиметров. Это малый скрепер. Вот здесь вот, смотри, вот что же такое, усиление или что-то. Тоже вот ребра жесткости для того, чтобы можно было... Часть вот эта не гнулась, скорее всего. Даже лед, даже лед можно, собственно, им откалывать. Ну это самый, самый тяжелый, самый мощный. Самый мощный не только у нас в магазине, но, мне кажется, вообще на российском рынке, потому что более тяжелых скреперов я не встречал. И я бы рекомендовал такие вещи использовать всяким службам ЖКХ. Там, где нужен действительно такая мощная, мощный инструмент для транспортирования, уборки снега. И один раз купили и на многие годы хватило. Не то, что там покупаются дешевые такие скреперы. То есть хорошее вложение средств. Один раз купили и несколько лет пользуетесь. Да, все верно. Такой скрепер будет служить. То есть, по большому счету, это большой брат того скрепера. Сейчас мы скажем его размеры. Значит, ширина скрепера составляет 63 сантиметра. Длина рабочей части 75 сантиметров. И давай еще померим. Нет, высота 85 сантиметров. И сейчас общую длину померим. Ну, где-то метр шестьдесят. Метр шестьдесят. А толщина? Какая толщина этого скрепера? Толщина стали 2 миллиметра. Оцинкованная сталь 2 миллиметровой толщины. И здесь, особенно, этого более чем достаточно. Учитывая то, что здесь имеются и ребра жесткости, которые сделаны в виде таких полозьев, как у Саней. И ребра жесткости в виде загнутой вот этой стали. На краях загнутая сталь. То есть, она дает свою жесткость конструкции. То есть, этот скрепер не согнется? Так же есть специальное покрытие soft-touch, которое держит в тепле руки и не дает рукам скользить. Ну и вообще, такой комфорт создается в работе зимой. Ну и соответственно, такой скрепер может использоваться практически при любой температуре. Абсолютно при любой температуре. То есть, он не боится никаких минусовых температур. Покрытие soft-touch работает так же при любых температурах. Оно не потрескается. И, собственно, сам скрепер будет всегда в рабочем состоянии. Вам ничего не придется дорабатывать, что-то с ним делать. Что касается, опять же, конструкции, хочу обратить внимание, что вот эта чаша, она выполнена не при помощи сварки, например, как российские скреперы. А эта часть, эта чаша полностью сформирована из стали целиком. То есть, это один лист. Поэтому здесь, в этой конструкции, ну, ломаться, в принципе, нечему. Тогда как некоторые скреперы имеют сборную конструкцию, то есть, бока у них отдельно, задняя часть отдельно. Этот скрепер целиком полностью из листа стали. То есть, вот я померил высота борта где-то 14 сантиметров, вот с самой высокой части. То есть, это такая машина, не убиваемая, мне кажется, ей вообще ничего не страшно. В этом году в Якутске было минус 50, там за минус 50. То есть, вот там, где пластиковая лопата может треснуться и сломаться, да, то здесь с металлом, ну, практически... Сталь, резина, в общем-то. Да, то есть, любую температуру может выдержать этот скрепер. Он до того мощный, тяжелый, то есть, такой долговечный инструмент, мощный. Но, что касается веса, опять же, этот вес работает для вашего удобства. Вот вы поставили скрепер, как санки. Взяли, толкаете его вперед, он режет снег, он этот снег транспортирует, ходите вперед и отвалили, да, либо, допустим, назад легко развернули. И вес этого скрепера позволяет работать с любым плотным снегом. Абсолютно с любым. И даже со льдом. Ну, что, можно как подвести черту в нашем обзоре небольшом этих металлических скреперов. В общих словах, это добротный, мощный инструмент, долговечный, как обычно у фирмы Офнер. Наша компания является эксклюзивным поставщиком, фирма Кадо является эксклюзивным поставщиком фирмы Офнер на российский рынок. Валер, есть что-то сказать в заключении? В заключении хочу сказать, что в предыдущем видео мы рассказывали о пластиковых скреперах. Пластиковые скреперы не менее долговечны и ничуть не хуже, хотя они легче. Это хороший, очень качественный пластик, который не боится температур до минус 25. Но скрепер из стали, это ваша покупка на один раз и практически вечное использование. Всем спасибо. Покупайте лучшее, а про остальное забудьте.